Это акриловой краской по скорлупе яичной. А то жгутики делаются из салфетки и украшаем. Банка из-под кофе стала шкатулкой, а бутылка – вазой. Пенсионерка Вера Ивановна делает из бытовых отходов предметы интерьера. Салфетки, компакт-диски, пробки – все идет в ход. Сама себя химчанка в шутку называет санитаром города. Вот у меня полуфабрикат не доделанная. Величная скорлупа, горох, все в доме есть. Потом акриловой краской, когда мы это дело покрываем, то получается как подстарином. Не только поделки могут сделать город чище. Сортировка мусора – вот главный ключ к свежему воздуху. Как работает программа по раздельному сбору отходов, рассказал глава округа Дмитрий Волошин. Провел эко-урок для пенсионерки. У нас есть два пакета. Синий пакет и черный пакет. Что у нас сортируется? Бумага, бутылки сортируются, сортируются. Да. Дальше. Это сортируется тоже. Стикло. Это что такое? Сортируется. Можно положить стекло. Да, пакеты пластиковые тоже. Можно. Это сортируется, сортируется. Причем крышки отдельные. Их можно даже раскручивать вот так. Вы знаете, да? Да. Это отдельно, да? То есть это можно отдельно вместе. Металл. Да, металл. Ну вот я и не учила. А шкурки? Да. Шкурки мы кидаем сюда. Сортировка мусора заняла не больше пяти минут. Для новой системы почти в каждом химкинском дворе установили синие и серые контейнеры. Мусор из которых вывозит спецтранспорт соответствующего цвета. Для химчан раздельный сбор отходов не в новинку. В 2018-м город уже вошел в топ-10 муниципалитетов по внедрению и развитию системы РСО.